всем привет сегодня я вам предлагаю приготовить вареники без пшеничной муки такие вареники будут интересны людям которые находятся на безглютеновой диете для начинки нам понадобится сельдерей корень сельдерея 1 штука среднего размера сельдерей очищаем от кожицы и нарезаем на вот такие средние слайсы дальше нам понадобится лук 1 штука крупный очищаем и нарезаем полукольцами и также отправляем в миску к сельдерею морковки три штучки небольшие очищаем нарезаем слайсами среднего размера и отправляем в миску к сельдерею и луку солим по вкусу добавляем паприку одну столовую ложку и острый красный перец по вкусу вливаем оливковое масло 4 столовые ложки перемешиваем хорошо противень застилаем пекарской бумагой и выкладываем на противень овощи противень ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут или ориентируйтесь по своей духовке запекаем овощи до мягкости овощи отправляем чашу блендера добавляем чеснок 4 зубка и хорошенько взбиваем до однородности должно получиться густое пюре добавляем оливковое масло две столовые ложки и снова взбиваем до однородности вот такая густая начинка получилось начинку нужно охладить в кастрюлю всыпаем лен пять столовых ложек вливаем воду три стакана стакан двести миллилитров кастрюлю ставим на огонь постоянно помешиваем содержимое кастрюли и варим после закипания 15 минут дальше процеживаем льняную жидкость через мелкое сито дальше отмеряем льняную жидкость получается должно получиться один стакан стакан двести миллилитров льняную жидкость снова вливаем в миску и охлаждаем ее дальше нам понадобится киноа белая именно белого цвета 400 грамм ее нужно измельчить в кофемолке или в блендере до состояния муки дальше в льняную жидкость добавляем соль одну чайную ложку куркуму половина чайной ложки и хорошенько взбиваем вилкой льняная жидкость очень напоминает белок дальше добавляем муку из киноа обязательно просеиваем ее через мелкое сито добавляем порциями сначала одну порцию добавили перемешали хорошо затем следующую порцию добавляем также просеиваем через мелкое сито и перемешиваем и снова добавляем муку также просеиваем через мелкое сито затем все хорошо вымешиваем руками муку добавляем порциями для того чтобы тесто не забить регулируем смотрим чтобы тесто получилось плотным но не забитым также добавляем пару капель оливкового масла и еще раз хорошо вымешиваем тесто отправляем в пакет на 40 минут рабочую поверхность смазать растительным маслом делим тесто на несколько частей и каждую раскатываем вот в такую колбаску каждую колбаску нарезаем на кусочки и каждый кусочек раскатываем вот такой тоненький блинчик обязательно нужно смазывать рабочую поверхность растительным маслом чтобы тесто не прилипало тесто слегка крохко и но все же лепить вареники очень даже легко на каждый блинчик выкладываем начинку кстати начинку можно делать любую главное чтобы начинка была не жидкая лепим вареники дальше делаем заправку для вареников в удобную емкость вливаем оливковое масло две столовые ложки уксус одну столовую ложку меня томатная вы можете заменить любым другим также чеснок добавляем пропущенный через пресс 1 1 зубок солим и перчим по вкусу вливаем в кастрюлю воду ставим кастрюлю на плиту ждем когда вода закипит добавляем соль по вкусу и пару капель оливкового масла опускаем вареники в кипящую воду аккуратно нужно перемешать и варим вареники после закипания две минуты не больше потому что вареники разлезутся вареники при помощи шумовки выкладываем на тарелку в наш соус нужно добавить еще жидкость в которой варились вареники две столовые ложки хорошо перемешать вареники подаем к столу с чесночным соусом вареники получаются вкусные необычные а а главное в таких варениках не содержится глютен вот такие чудесные варенички получились а я с вами прощаюсь до новых встреч у меня на канале всем пока пока